Девушки отдыхают Однообразие долгих лет строжайшей неволи Свой срок они будут отбывать здесь В колонии особого режима номер 35 Вторая камера, сдача Готово Пошел Вертли На этот раз прибыло 7 человек Бывает и больше Сноровка, с какой эти осужденные Выполняют команды Говорит об их богатом тюремном опыте Да и поклажи у них тяжелее, чем у новичков Те после СИЗО доходят до зоны почти пустыми А эти напротив Обрастают скарбом Шай Мухаммедов Валерий Евгений 26 декабря 69 года рождения Суждены по статье 105, 2, 162, 2, 213, 1 20 лет особого режима Статьи, которые перечислил осужденный Это убийство и грабеж Шай Мухаммедов покинет зону в 2026 Его невольные попутчики тоже надолго вычеркнуты Из свободной жизни Но самый длительный срок все же когда-то кончится И зэки отсюда уедут А их конвойные останутся Они здесь живут Здесь их работа, дом и семья Им уезжать незачем Да и некуда В российской иерархии наказаний есть три режима Общий, строгий и особый Особый режим для самых опасных На тюремном сленге их называют особистами Убийцы, насильники, рецидивисты Они носят полосатую форму И на них не распространяется амнистия Или условно-досрочное освобождение Внутри каждого режима Дополнительно существуют две крайности Облегченные условия содержания Для тех, кто подчиняется администрации и учреждения И строгие условия для отказников и неисправимых На особом режиме эта разница Сразу бросается в глаза Смертники и осужденные на пожизненное Всегда в наручниках, всегда бегом, всегда к стене С ними обращаются как со скотиной По графику кормят, поят, выводят в туалет на прогулку Или в баню Все, ничего человеческого Строгие условия особого режима Это высшая мера, растянутая на всю жизнь Остальным особистам У кого срок все же имеет свое окончание В неволе живется чуть легче Они без наручников Им разрешается курить И без конвоя выходить во двор своего барака Территория их жизни называется Локальный участок особого режима На окнах здания нет решеток Но локалка это зона внутри зоны И за ее высоким забором все та же неволя И вышки с часовыми Особенность отдаленных таежных колоний Матерых уголовников здесь охраняют женщины Считается, что они легче переносят монотонность дежурств Более внимательны, а главное хладнокровны Их единственная задача не допустить побег И если понадобится, они будут стрелять Целясь в три полоски Что здесь нашиты на одежде у каждого зэка Конечно, живой человек Возможно, это давит на психику Конечно, это давит на психику Но человек, который работает здесь не один год уже И по большому счету привыкаешь к всему Насте Менгазовой стрелять в человека пока не приходилось За четыре года ее караульной службы Попыток побега не было До работы в 35-й колонии Настя была воспитателем детского сада Когда детский сад закрыли Ей, как и многим ее подругам Пришлось взять в руки оружие и идти охранять зэков Другой работы в маленьких поселках Пермского края просто нет Рядом с 35-й колонией стоит поселок Он называется Центральный Пара домов, клуб, до десяток сараев Единственная кирпичная трехэтажка На таком фоне выглядит элитным домом Каждое утро здесь начинается с приезда автобуса Словно оправдывая громкое название Автобус привозит сюда людей со всей округи Зона – одно из немногих мест, где платят зарплату Потому в колониях здесь работают целыми семьями Вакантных должностей нет Текучесть кадров минимальная Идет инструктаж дежурной смены В ближайшие сутки эти люди будут контролировать зону И никого из них не смущает Что работать в исправительном учреждении Это обыскивать, подглядывать, подслушивать Вербовать информаторов Читать чужие письма Конвоировать Но такая работа здесь не считается чем-то зазорным Потому что каждый знает Здесь сидят преступники И большинство из них остаются особо опасными Даже за решеткой От вольной жизни зона особого режима Отделена шестью высокими заборами Комплекс охраны – это колючие заграждения Несколько систем сигнализации Контрольно-следовая полоса Вход и выход на зону один Череда запираемых ворота калиток Так называемый шлюз Кажется, бежать из зоны невозможно Но чтобы это было действительно так В 35-й колонии соблюдается особый режим Всю систему охраны до последних мелочей Не должен знать никто, кроме начальника колонии Каждая служба отвечает только за свои нюансы И коллег в них не посвящает Потому что зэки Дорого бы дали за любую подробность Которая поможет составить план побега Или наладить подпольную связь с волей А об этом здесь мечтают многие И зэкам вовсе не обязательно штурмовать высокие заборы Достаточно найти в системе охраны слабое звено Чаще всего этим слабым звеном становятся не стальные решетки А человек Сотрудник колонии Попытку купить и подкупить младшего инспектора Начальника отряда Конечно, масса Можно ему предложить деньги И родственники привезут И наркотики привезут И все, что хотите, можно передать через сотрудника За это имея определенное вознаграждение Рецидивисты – это профессионалы преступного мира Для них воровство, мошенничество или убийство Не минутная слабость А работа И образ жизни Попадая за решетку Матерые преступники Не забывают главного Находясь в неволе Они остаются солдатами Огромной и хорошо организованной армии уголовников Для которой Любой сотрудник колонии Это заклятый враг Но угрозой, подкупом и шантажом Его можно превратить в сообщника Для этого надо наладить с ним контакт На языке профессионалов Раскрутить на неслужебную связь Начинается с малого Начальник, чекот тебе баночка кофе Вот мне тут родственники прислали И тому подобное Баночка кофе Приятный, вкусный, хороший, пожалуйста Пачка сигарет Взял, взял Ну хорошо, дальше больше Особенно часто Зэки пытаются поймать на крючок Молодых, неопытных сотрудников Которые еще не обтерлись в зоне И не знают, как вести себя с осужденным Ну если человек раз взял Если бы, допустим, я взял Он мне второй раз уже пришел бы и сказал Извини меня Или я тебя просто-напросто сдам Либо мы с тобой работаем Сергей Перунов пришел в колонию Десять лет назад Вспоминает, как встретили его тогда зэки Матерые уголовники Кругом расставляли новичку ловушки Проверяли его на страх и на жадность Причем каждый раз удивительно верно Находили болевые точки Я, допустим, вот проживаю Мы в Петерон, в двухкомнатной квартире Вот как мне улучшить свои жилищные условия? Квартиру я здесь в этой системе не получу Как вот мне улучшить? Ипотеку взять, это и выплатить никогда Зарплата старшего лейтенанта 10 тысяч рублей Это гроши по сравнению с тем, что могут предложить своему надзирателю осужденные авторитеты Устоять перед соблазном может не каждый Но если сотрудник колонии все же попал на крючок Для него это начало конца Он тут же становится искомым слабым звеном И зэки, и авторитеты, находящиеся на воле, раскручивают его на всю катушку Криминал не скупится Но требует от завербованного сотрудника все больших и больших услуг А выйти из игры чистым уже нельзя Мы чему и учим, что если такая попытка со стороны осужденных получилась И ты не знаешь, как себя вести в этом плане Подойди к более старому, опытному сотруднику Мы поможем тебе выбраться из этой ситуации Чтобы не залезать дальше Потому что это в любом случае уголовная ответственность В любой зоне, наряду с законной властью, существует власть воровская Всего один или несколько криминальных авторитетов Способны держать в страхе подчинений всю колонию И администрация любыми способами пытается эту власть сломать Для этого она втягивает зэков в свою тайную игру Создает среди них сеть информаторов По крупицам собирает сведения Кто эти лидеры, какие у них связи в тюрьме и на воле Кто встанет во главе неформальной группы после их освобождения В итоге в противовес воровской власти в зоне выстраивается другая система управления Ее задача лишить авторитетов опоры на воровской люд Окружить их со всех сторон своими глазами и ушами Изолировать от тех, кто лоялен к администрации Или относится к ней нейтрально Частично эта система открыта Всем в зоне известно, кто из осужденных работает банщиком или дневальным Кто завхоз, а кто бригадир Но какую на самом деле роль во внутренней жизни колонии играет каждый из них И главное, кто еще помогает администрации Самая большая тайна зоны У нас в большей степени содержится вот этих людей Которые осуждены и за убийство, и за разбои, и за бандитизм И за хищение, и за изнасилование То есть здесь содержатся в любом случае преступники Вот, и мы выбираем оптимальный вариант Будем так говорить, для управления силами же самих осужденных Потому что администрация это администрация Вот, но где-то применяется и организаторная способность и осужденные В зависимости от того, чья власть берет верх Зоны делятся на две категории Красные или ментовские И черные, то есть воровские 35-я колония это типичная красная зона Здесь администрации удалось загнать авторитетов в угол И лишить их воровской власти Этого заключенного хорошо знают в криминальном мире Нынешняя ходка у него уже третья В общей сложности в местах лишения свободы он провел 17 лет Абушахманов Руслан Румбикович 1967 года рождения Статья 162-я Разбой 10 лет особого режима С кем-то я сидел в те срока Кого-то знаю по свободе Первый срок Абушахманов получил за убийство Сейчас сидит за вооруженный разбой Ворвался с подельниками в квартиру и расстрелял хозяев из обреза Бандита ловили по всей России От пожизненного заключения преступника спасло только то, что все его жертвы чудом выжили В зону Абушахманов пришел с авторитетом последовательного И беспощадного преступного лидера, чтящего воровские традиции Но спустя время что-то произошло И сейчас он, бригадир зэков, передовик производства Стремится заслужить условно-досрочное освобождение Ну да, что, в молодости бывало И такое, но сейчас это уже все На данный момент вот здесь находясь Я семью приобрел, как говорится Сейчас у меня совсем другие загады на жизнь Особо опасный рецидивист стал кротким и послушным Когда за ним отыскался еще один жестокий разбой Испугавшись пожизненного срока Абушахманов сдался и стал сотрудничать с администрацией колонии Администрация доверяет, значит Доверяется, оправдывает Бывший авторитет, а ныне бригадир зэков Абушахманов Начинал свой срок вот так же Прогулочная камера на двоих И только здесь ненадолго снимают наручники Но даже матерые рецидивисты имеют шанс На смягчение условий своей неволи Правда, для этого им надо отступить От законов своего же криминального мира Ведь условно-досрочное освобождение Это сотрудничество с администрацией Работа и послушание И если сидящий в зоне авторитет с этим согласится Его воровской карьере конец Выйдя на волю в криминальном мире Он навсегда останется одиночкой Лидеры преступной среды Зная, что он руководил и управлял В местах лишения свободы Он в принципе среди них Вот как таковой лидерский авторитет теряет То есть он уже просто не может Пойти организовать банду Администрация всегда играла С воровскими авторитетами в сложные игры Смыслом которых была борьба за власть Над большими массами заключенных Среди историков, изучающих российский преступный мир Даже бытует мнение, что особую касту криминальных лидеров Воспитали сами сотрудники ГУЛАГа В 30-е годы прошлого века в советских тюрьмах и лагерях Сидели миллионы людей Молодое советское государство Не скупясь раздавало своим гражданам огромные сроки Большинство в местах лишения свободы Составляли политические После пыток в застенках НКВД Цена жизни для них была не слишком высока А пронумерованная армия рабов Все увеличивалось И управлять ей при помощи штыков Получалось уже не всегда Нужен был новый уровень устрашения И его подсказала сама жизнь В жестоких условиях изоляции Проходил естественный отбор Политические проигрывали уголовникам А среди них, в свою очередь Сильнейшими оказались те У кого богаче тюремный опыт То есть рецидивисты На них и была сделана ставка Имея контроль над вожаками Чекисты держали под колпаком всю зону И это было надежнее пулеметов Так неожиданно Интересы государства и криминального мира совпали Но ненадолго Авторитеты быстро вышли из-под контроля НКВД И принялись строить свое воровское государство Где Минфин и Газплан Это общак Пленумы и съезды сходка Свод законов понятия Вор не должен работать и служить в армии Вор не подчиняется государственным законам Вор организовывает и финансирует преступления А чекисты, милиционеры и надзиратели Для него это главные враги Совладать с ситуацией в зоне удалось только после Великой Отечественной войны Тогда в среде авторитетов произошел раскол на тех, кто воевал, то есть нарушил воровской закон И законников, которые придерживались традиций и не помогали государству бить фашистов Администрация зон обратила этот раскол в свою пользу И одних зэков натравило на других Началась война, которую называют первой воровской При этом часть уголовников-фронтовиков посчитала возможным опереться на своих извечных врагов-надзирателей И за это война получила еще одно название Сучий Затем была вторая воровская Это при Хрущеве, когда власти взяли курс на полное искоренение авторитетов Генералов преступного мира отлучили от их воровской прислуги Авторитетов и шестерок сажали отдельно в разные зоны, в разные камеры Оставшись один на один среди равных, авторитеты снова стали выяснять, кто сильней И опять кровь потекла рекой Но как бы ни старались власти, воровской орден выжил По приблизительным подсчетам, сейчас в России от полутора до двух тысяч воров в законе И война с ними продолжается Осужденный Сергей Кусакин сидит в 35-й колонии уже 9 лет Об авторитетах старой закалки отзывается с уважением Ему есть с чем сравнивать Он сидел с ворами еще в советское время И говорит, что теперь в уголовной среде настоящие законники встречаются нечасто То же самое, условно, срочное освобождение Вот это, раньше, придвожьте кому-нибудь авторитету или вору в законе освободиться по поводу Что он вам на это скажет? Откажется? Раньше даже вопрос об этом не стоял и не ставился Сам Кусакин воровских традиций не придерживается Он хочет на волю И чтобы заслужить досрочное освобождение Осужденный создал в колонии кабельное телевидение Оно называется «Роковой случай» Это кадры из фильма, которые показывают каждому осужденному, прибывшему в 35-ю колонию Он знакомит их с жизнью и бытом заключенных Территорией зоны, требованиями администрации Сделал этот фильм убийца, вор и грабитель Сергей Кусакин Кусакин Сергей Владимирович, 1967 года рождения Статья 105-я, убийство 14 лет особого режима Сергей Кусакин не договаривает Его трудовая биография просто миг по сравнению с уголовной Первый срок за грабеж, второй за убийство Прямая дорога в касту воровских лидеров Он и сейчас здесь за серию особо опасных преступлений Подвозил на своей машине человека Зверски его убил и закопал в лесу А всего через несколько дней пошел на новое преступление Ограбил магазин Да так ловко, что удивил видавших виды оперов Разобрал печную трубу И залез в торговый зал Через крышу Я считаю, что не надо штампом всех Как бы он был, не было Что два-три раза, может быть, он судим И так далее Ну, всякое же бывает Может, человек вот Ну, поменялся, переменился Я вот считаю, например, что они потерянны для общества Слова этого осужденного были бы похожи на раскаяние Если забыть, что о себе и об обществе рассуждает человек Который, выходя на волю, вновь совершает тяжкие преступления Как говорят, не так ведь страшно? Еще раз как бы умолю Мы тоже, блядь, тоже вернулись к своим семьям Сергею Кусакину сидеть до 2013 года Но администрация отметила старания осужденного Недавно его перевели с особого режима на строгий Так что до условного освобождения Кусакину осталось всего года 3-4 Найдите хоть одного человека, кто тут откажется В колонии в особом режиме Освободиться, кто тут раньше не мог быть Администрации зон чутко уловили эту тенденцию Масса рецидивистов стала стремиться не к воровскому титулу А к досрочному освобождению То есть стала нарушать все мыслимые и немыслимые воровские понятия Работать, подчиняться, а самое главное Сотрудничать с администрацией Никогда раньше такого не было И у администрации вновь появился шанс взять ситуацию в свои руки На этот раз зэков поймали на крючок без стравливания и поножовщины Им предложили самим выбирать свою судьбу Это было так неожиданно, что попало прямо в десятку На сегодняшний день он может стать на пути справления Он может заслужить досрочное освобождение Своим нормальным поведением В 35-й колонии особого режима каждому зэку предлагают выбор Работаешь и соблюдаешь правила Через полсрока тебя переведут с особого режима на строгий Выполняешь план и сотрудничаешь с администрацией Можешь рассчитывать на колонию поселения А это уже прямая дорога на волю Поселенцы переводят тех Кому до условно-досрочного освобождения остаются считанные месяцы Сняты все, будем так говорить, ограничения У них раньше удерживались заработные платы 50% Только на содержание нашей системы Сейчас этого не происходит У них в зачет пошел трудовой стаж Он, отбывая наказание, зарабатывает себе пенсию Мы платим все страховые износы, пенсионные Мы все сейчас за него платим Он стал, будем так говорить, полноправным гражданином За исключением того, что он лишил свободы В жилой зоне 35-й колонии рядом стоят два барака Это локальные участки двух разных отрядов Оба находятся на особом режиме Но один огорожен высоким забором, а другой деревянным штакетником Здесь живут те, кто доказал, что его можно выпустить из-за высокого забора Теперь этих осужденных проверяют доверием Внутри большой охраняемой зоны им подарили кусочек пусть мнимой, но свободы Которую в любой момент могут снова отобрать Почему мы с ними работаем? Те, которые нас не любят и которые против нас Но ведь наступает тот момент, когда человек тебе проникается доверен Когда ты ему помог в одном, помог в другом И ему хочется помочь И ему хочется помочь Он все время быть врагом здесь не может, в любом случае Он все равно видит в администрации не столько противника, сколько сторонника В местах лишения свободы стала выстраиваться новая система управления Внешне она выглядит вполне демократично Пока осужденные оправдывают доверие администрации Им разрешают то, что на особом режиме может только сниться Но малейшая провинность перечеркивает все поблажки Сперва штрафной изолятор, потом снова высокий забор и особый режим За курение в неположенном месте или пререкание с начальником на год За сопротивление или попытку побега до конца срока Заскание, оно и есть заскание Гасится оно только через год Автоматически А для того, чтобы снять его досрочно Он заслужит его добросовестным трудом И будем так говорить, оказанием Ну, нормальной какой-то практической помощи Администрация, работая на благоустройстве территории Или еще в чем-либо Администрация больше не требует от рецидивиста исправления Выйдя на волю, он может делать что хочет Хоть снова за старое Но на зоне он должен быть как шелковый И если осужденного манит свобода Весь срок ему придется сидеть тише воды ниже травы Даже дышать придется, как скажет начальник Понятно, что такой пресс выдерживают не все Тот же Сергей Кусакин за курение в неположенном месте Едва не вернулся на особый режим Тут просто чисто заносчивость Его личное, по-другому не назовешь Но учитывая, будем так говорить Что это нарушение не столь значительное Он отделался всего-напсего одним выговором И то это было в 2002 году На сегодня середине, седьмой год У него взыскания больше нет То есть он все-таки понял, что Вообще дозволенности здесь быть не может Метод кнута и пряника дал поразительные результаты За 10 лет, которые 35-й колонией руководит Владимир Уткин В ней не было ни побегов, ни тяжких преступлений Но как бы ни была хороша такая система управления Действует она далеко не на всех Зэков, которые чтят воровские традиции, хватает в любой зоне Поэтому с приходом каждого этапа колония переживает настоящую встряску Вновь прибывшие уголовники могут нарушить тот баланс, который сложился между администрацией и криминалом к их приходу Это пересменка Вот он, этот осужденный Жуков Его привезли ночью с очередным этапом под усиленной охраной В 35-й колонии Жукова хорошо знают Он уже отбывал здесь срок за изнасилование На этот раз Жуков угнал в своей деревне мотоцикл и пытался зарубить топором односельчанина Тот сумел вырваться и потому выжил Жуков Евгений Аркадьевич, 75-го года рождения Статья 112-я Нанесение телесных повреждений Статья 166-я Завладение транспортным средством С теми, кто уже отсидел, а потом приходит снова, начальник колонии беседует лично Ему важно понять, что именно заставило этого парня вновь совершить преступление Ведь уже был за решеткой, тосковал по воле И после освобождения Жуков вернулся в свой дом Его приняла семья, он нашел работу и приличную зарплату Но на свободе Жуков провел всего 11 месяцев Неприятно, когда человек приходит обратно Все-таки надежда на то, что он останется спокойно, нормально жить на воле, в гражданских условиях Все-таки присутствует и желалось бы этого всегда и в отношении любого Пусть он самый последний негодяй Мы прилагаем здесь к этому усилия, но не всегда получается Новый этап помещают в карантин Это еще одна режимная зона внутри большой охраняемой территории Вновь прибывших продержат здесь две недели И первое, что им предложат, это выбор За какими решетками сидеть дальше Те, кто пойдет в отказ, будут помещены в штрафной изолятор Это тут же соседний вход в здание Те, кто примут условия игры, будут распределены по отрядам Этапированные рецидивисты в колонии на расхват Первыми в борьбу за них вступает администрация Секция номер 3, 7 человек, на лицо 5, двое ушли за обедом У сотрудников колонии всего две недели на то, чтобы разобраться, кто к ним пришел и каких сюрпризов от них ждать Все это время новые осужденные будут полностью изолированы от зоны Все их общение только с оперативным отделом, психологами и начальниками отрядов Один на один, тет-а-тет Продолжительное время Чтобы человеку разговаривать нужно время Прежде всего Задаешь вопросы на самые различные темы Чтобы человек вошел Будем так говорить, в нормальную обстановку Чтобы он мог нормально отвечать на вопросы Для этого нужно длительное время Просто так он сразу диалог на откровенные никогда не пойдет Прибывших по этапу особистов с нетерпением ждут и в зоне Отпетым уголовникам, у кого срок идет на десятилетие, терять нечего Условно-досрочное освобождение не для них Ни добросовестным трудом, ни угрозами, ни подкупом Они свою свободу не приблизят Их путь на волю только побег А насаждение в зоне уголовных традиций Единственная возможность удержания власти И потому каждого осужденного Они вербуют в свою воровскую армию Которая хоть и загнана в угол Но всегда готова к бою Пусть только представится подходящий случай 11 августа 1990 года Надзиратель Сухумского изолятора временного содержания Допустил оплошность, которая едва не обернулась катастрофой Нарушив инструкцию, он в одиночку открыл камеру для утренней уборки Семеро уголовников скрутили охранника А его ключами открыли все остальные камеры изолятора К бунту примкнуло более 70 арестантов Они захватили арсенал, хранившийся в одном из помещений И взяли в заложники еще двоих охранников Однако опьяненные предчувствием воли Бунтари сделали роковую ошибку Они упустили время Всего несколько минут Но эта пауза позволила охране опомниться И закрыть все выходы из изолятора Вокруг тюремного двора выстроилось оцепление из солдат и бронетехники Начались затяжные переговоры Бандиты потребовали микроавтобус и вертолет Зачинщикам бунта терять было нечего Смертный приговор за убийство И часть бандитов решила прорываться на волю На их пути встал спецназ КГБ и внутренних войск Штурм микроавтобуса и помещений изолятора Длился всего несколько минут Все трое заложников спасены Зачинщики бунта убиты А остальные уголовники возвращены в свои камеры Уже через год после сухумских событий В системе исполнения наказаний Появился свой спецназ Вы видите кадры одного из масштабных учений Которое проходило в Омской области Бунтари заключенные Это переодетые сотрудники Нескольких ближайших колоний Сейчас отряды спецназа есть В каждом областном центре А в колониях появились свои группы Быстрого реагирования И работы им хватает Август 2004 года Новокуйбышевск Недалеко от Самары В исправительной колонии номер 3 Толпа осужденных подконтрольных криминальным авторитетом Устроила расправу над теми Кто сотрудничал с администрацией Четырех зэков спецназу удалось спасти Но пятый, который считался осведомителем, погиб Восстановить в зоне порядок Не удавалось до тех пор Пока руководство колонии Не обратилось за помощью К авторитетам, находящимся на воле Только после их вмешательства Волнения пошли на спад Серьезные люди сейчас заходили С администрацией разговаривали Сошлись на том компромиссе Что, по крайней мере, сейчас никого здесь не изобьют Никого сейчас все уже разошлись по баракам Осень 2005-го Киргизия На фоне смены государственной власти И возникших вслед за этим уличных беспорядков Бунты вспыхнули сразу в нескольких колониях И изоляторах одновременно На переговоры к осужденным вышли депутат национального парламента Два его помощника и даже сам начальник Гуинреспублики Однако заключенные их убили После этого порядок на зонах наводили крайне жестко В ходе штурма ОМОН застрелил свыше 20 зеков Беспредел в зоне одинаковая беда И для осужденных, и для администрации Ведь бунт всегда заканчивается одинаково Зэки получают жестокие репрессии А администрация одним махом теряет Весь наработанный годами авторитет Поэтому руководство 35-й колонии Всеми силами пытается удержать Шаткое равновесие Да, он отбывает срок наказания Он получил наказание по приговору суда Но он остался человеком С ним в любом случае нужно работать И он ведь выйдет на волю И завтра они Я в любой момент могу с ним встретиться на улице И если мы остались врагами, то у него есть вариант На улице со мной просто-напросто расправиться Если он не почувствует здесь нормальное отношение к себе Те, кто уходит на волю из 35-й колонии Условно-досрочно Последние месяцы заключения Живут отдельно от остальных зэков Их барак совсем не похож на зону Его так и называют Поселение расконвоированных Один из поселенцев, дважды судимый Николай Корчагин, сейчас пакует свои вещи Для него долгая неволя закончилась Сегодня прошел суд, который его освободил Осталось подождать 10 дней Пока решение суда вступит в законную силу и домой Корчагин не был дома 8 лет На воле этот человек тоже был вальщиком леса Причем одним из лучших в леспромхозе Фотография передовика, да еще с такой героической фамилией Обязательно висела бы на доске почета Но уже 11 лет Корчагина фотографируют Только на личное дело осужденного Корчагин Николай Николаевич 70-го года рождения Статья 111, часть 4 Причинение тяжкого вреда здоровью Повлекшее смерть потерпевшего 11,5 лет особого режима Первый раз Корчагин сел за кражу Как первоходу ему дали всего 2,5 года общего режима Да и те не сидел За ударный труд и примерное поведение Выпустили на треть раньше положенного срока Вернулся в родной леспромхоз Чуток поработал А через полгода снова за решетку На этот раз надолго Пьяные драки до смерти забил человека Сейчас Корчагин снова выходит на свободу условно-досрочно За 8 лет в зоне он не получил ни одного взыскания Вел себя примерно, хорошо работал И ему опять поверили, скостили целых 3 года В лесной бригаде все такие, как Корчагин Каждому до заветного освобождения осталось чуть-чуть Кому-то месяц, кому-то три Работать на делянке считается в колонии особой привилегией Труд хоть и тяжелый, но зато на воле и без охраны Рядом с зэками не надзиратели и конвоиры А инженеры по производству, которые ходят без оружия А у осужденных есть топоры и бензопилы В их распоряжении автотранспорт повышенной проходимости И широкие таежные лыжи Но никто не помышляет о побеге Всем хочется хоть под конец срока пожить по-человечески На лесной делянке зэки сами готовят себе обед Причем не по тюремной норме, а кто сколько съест В колонии получают продукты, а что из них приготовить решают сами Сегодня, к примеру, сварили курицу с картошкой Кроме того, каждую пару часов им разрешается заварить крепкий чай И посидеть у костра Для рецидивистов, не привыкших жить без чефира, это настоящая роскошь Потому жизнь лесной бригады остальные зэки называют санаторием Только вечером за расконвойниками приходит машина Надышавшись волей, они возвращаются в свою колонию Последним в кузов вахтовки залезает сопровождающий зэков-офицер Он без оружия, но расконвойные не причинят ему вреда и не разбегутся Это в прошлом они были убийцами и грабителями А сейчас они хотят вернуться к свободным людям И каждый из них готов дать слово, что больше никогда не совершит преступление И хотя большинство это слово не сдержит, похоже, что сейчас они действительно верят в свое исправление После работы расконвойников привозят к тем же воротам, в какие много лет назад они въезжали внутри автозака Только теперь они на ночь остаются снаружи периметра Их барак стоит за пределами зоны В колонии-поселении живет не только лесная бригада Расконвоированных днем можно встретить и в самом поселке Они стоят на шлагбауме при въезде, работают на хоздворе, латают крыши, обеспечивают котельную и жилые дома дровами Кстати, тропинки в двухметровом снегу расчистили тоже они Зэки здесь повсюду, они главные рабочие руки поселка Им доверяют, но это тоже проверка Осужденные никогда не остаются без надзора Весь поселок каждого из них знает в лицо Покинуть место работы без разрешения, попасть при внезапном обыске с водкой или деньгами Значит вернуться в зону на особый режим А для часовых барак расконвойников один из главных объектов наблюдения Становись, особое внимание обратить на цех номер один А также на поступы со стороны леса на колонию-поселение Задача не допустить побега из-под охраны Сотрудников колонии привозит на работу ведомственный автобус Обратно он увозит с собой их детей В Центральном, как и во всей округе, нет ни школы, ни детского сада На учебу приходится ездить за 20 километров в другой поселок Он называется Половинка Полдороги до города В этой школе учатся дети сотрудников сразу четырех ближайших колоний В том числе и 35-й Большинство учителей тоже родом из этих мест Заканчивали эту же самую школу И после институтов их сюда вернула все та же зона Здесь работают их мужья Это единственное место, где еще можно работать У нас другого места работы нет Только колонии Тех, кто работает в зоне, редко награждают орденами или повышают взвание Сотрудники колоний работают с теми, кого общество отвергло А потому и сами в какой-то мере становятся отверженными Но пока они среди своих, эта отверженность не чувствуется Ее просто нет Только общение с внешним миром напоминает этим людям Что их профессия никогда не была почетной ни среди вольных, ни среди зэков И, возможно, это одна из главных причин По которой они накрепко привязаны к своей работе И к своему тесному кругу общения Вот как говорят про милиционеров Они негодяи, они нехорошие Они взяточники Они там людей в карцерах избивают В этих изоляторах временных содержания Выпытывают показания и тому подобное Есть ведь такое мнение Но на сегодняшний день Подвергнетесь вы нападению На улице Первым делом будете звать милиционера Вы не будете звать адвоката Ведь помощь вам будет оказывать сотрудник милиции Тот самый негодяй, которого так облили грязью Но так и у нас Нас считают, что мы тут все изгаляемся Вот мы их тут угнетаем, прижимаем Раньше были меры взыскания Лишения посылок передачи Лишения длительного свидания Были такие меры взыскания Их сейчас нет И это правильно Осужденный должен иметь контакт с родственниками Невзирая на администрацию Не может быть такого Чем больше у него контактов с родственниками Тем он будет себя порядочнее вести в зоне В маленьких поселках Пермского края Быть надзирателем в исправительной колонии Не считается чем-то зазорным Да и как иначе Другой работы все равно нет А места лишения свободы здесь на каждом шагу Так что в зонах работают целыми семьями И к зэкам, которые здесь повсюду Тоже отношения особые Местные жители их не боятся и не жалеют К осужденным относятся Как к людям, которые годами живут по соседству Просто когда-то они совершили преступление И сейчас отбывают свой срок Но придет время И осужденные отсюда уедут А потом кого-то из них привезут сюда вновь И все повторится Лишь местные жители остаются здесь навсегда Они на воле Но от колонии им никуда не деться Поэтому своих конвоиров Зэки в злую шутку называют Осужденными на пожизненное заключение А каждый свой срок Рецидивисты считают командировкой Начинается командировка всегда одинаково Суд, приговор, спецвагон Его цепляют к поезду Который остановится у ближайшей К зоне железнодорожной станции Из окна спецвагона Еще можно посмотреть на утраченную волю А дальше автозак И снова колония Общего, строгого Или особого режима Где рецидивисты всегда могут встретить Знакомые лица охраны КОНЕЦ